Продолжение следует... ...их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Электронную версию книги можно приобрести по ссылке под роликом. Повесть «Сокровища Тарна» — это пятое по внутренней хронологии произведение о Ричарде Блэйде. Автор Джеффри Лорд. Книга была издана в 1969 году. На русском языке книга впервые была издана в 1994 году в сборнике «Ричард Блэйд. Герой». Перевод Нахмансона и Курмаковой. Я впервые прочел его в 90-х тоже в этом сборнике. Вот как выглядит обложка сборника. Это необычное произведение. В нем Ричард впервые попадает в мир, в котором технологии несравнимо более развиты, чем на нашей планете Земля. Есть ли здесь конспирология? Думаю, да. Почему? Ивана Ефремова принято считать отцом советской научной фантастики о прекрасном далеко и о том, что коммунизм однажды победит во всей вселенной. Не больше и не меньше. Но это не так. И далеко не так. Ефремов прямо утверждал, что высокое техническое развитие способно породить и высокотехнологический фашизм. И в него об этом есть роман «Час быка». И здесь показательно цитата из данного романа. Даже самые важные научные теории в духовно-моральном отношении находятся на уровне мышления каменного века, если не будут переведены в сознательную мудрость человеческой морали. И, видимо, это точка зрения не только Ивана Ефремова, но и Роберта Бартини. И в целом, точка зрения членов тайного общества диск. Концепция которого, как я уже много раз говорил, далеко не коммунистическая. Ричард попадает в мир, в котором норма. Телепортация, антигравитация, силовые поля, голограммы и так далее. То, о чем мы на нашей Земле сегодня не смеем даже и мечтать. Но у этого мира есть общая черта с Берглеоном. Это тоже глубоко деградировавший и умирающий мир. И прежде всего, этот мир невероятно деградировал нравственно. И здесь сразу бросается в глаза общая черта с миром, описанным братьями Стругацкими. В улитке на склоне и в беспокойстве. Это мир, в котором мужчины считаются ошибкой природы. Они лишние. И все беды человечества от того, что однажды в мир пришла эта уродливая ошибка. Мужчины. Только у братьев Стругацких высокоразвитая биологическая цивилизация Амазонок Пандоры научилась размножаться без мужчин. В этом же мире мужская сперма еще нужна. Но именно сперма, а не мужчины. Общество разделено на пять каст. Название спотыкательное, поэтому лучше их зачитают. Они. Это слово принято писать большими буквами. А также майдаки, ньютери, матери и цибоиды. И есть еще деклассированный элемент. Карны. Они. Это высшая элита тарна. Приблизительно тысячи. Немыслимо прекрасных женщин. У нас на земле настолько красивых женщин нет, поскольку мы не применяем в процессе размножения генную инженерию. Майдаки. Женщины, вернее девушки. Их служанки. Матери. Женщины, задача которых воспроизводить общество через искусственное осеменение. Ньютеры. Бесполые существа. Их можно назвать интеллигенцией тарна. Цибоиды. Рабы и рабочие особи. А также еще и солдаты. Это не люди. Они выведены искусственно через генную инженерию. И внешне напоминают обезьян. Но это тоже разумное существо. Есть и мужчины, но их как бы и нет. Их содержат в специальных питомниках. И у них одна единственная задача. Давать сперму для искусственного осеменения материи. Когда-то в тарне был большой конфликт. Видимо из-за идеологии. Призвавшей считать мужчин ошибкой природы. И он породил очень много последствий. Самое главное. Те, кто не согласился с этой идеологией, были изгнаны из тарна. К тому времени хищническая эксплуатация природных ресурсов обескровила тарну. И он почти везде превратился в пустыню. И похоже пустыню ледяную. На тарне очень холодный климат. Но технологии уже были очень развиты. И именно они и позволили в этой ледяной пустыне создать область с искусственным теплым климатом. Кроме того, они позволили вывести очень интересное особое растение. Мэйн. Его можно назвать универсальным растением. Из него можно делать всю еду, строительные материалы, компьютеры. В общем, все, что хочешь. Даже оружие. Из него получают особый пластик, текстин. Который по своим свойствам практически не отличается от столи. И это растение действительно было бы истинным сокровищем тарна, если бы не одно но. Оно боится прямых солнечных лучей, но при этом ему нужен очень теплый климат. В силу этого небо над тарном всегда закрыто плотным слоем искусственных облаков. Те же, кто был в ходе указанного конфликта, и снаны с тарном, не погибли. Они живут по соседству с тарном, поскольку только рядом с тарном климатические условия позволяют выживать. Но это общество впало в варварство. Они по уровню развития на уровне средневековых монголов. И они мечтают завоевать тарн. И как ни странно, шанс такой у них есть. Этот народ называется пиццены. И Ричард, попав в тарн, сразу попадает в поле зрения одного высокопоставленного Ньютера, который мечтает стать хозяином тарна. Этот Ньютер очень умное существо. Дело в том, что на тарне есть легенда, что однажды к ним вернется их бог, высочайший Мазда. Этот бог нечто вроде, скажем так, бога полового гиганта или бога героя-любовника. И указанный Ньютер, его зовут Хончо, сразу понял, что Ричард идеально подходит на роль такого бога. В него верят не только тарнеоты, но еще и пиццены. И Хончо хочет это использовать. Пиццинам по плечу завоевать тарм, поскольку тарнеоты уже разощрились производить высокотехнологическое оружие. И у них его уже просто нет. Я имею ввиду стрелковое высокотехнологическое оружие. Но есть силовые экраны, закрывающие тарнеотов от пиццинов. И кроме того, есть глобальная энергетическая система вооружения. Она называется «красная буря». И эта система мгновенна всех пиццинов может превратить в кровавую слекоть. Но ее, как и энергетические экраны, можно отключить. И Хончо находит способ быстро втянуть Ричарда в свои интриги. В ходе интриг Хончо Ричарду приходится стать любовником принцессы Пиццинов Тотой. Хотя ее можно назвать и королевой этого народа. По их варварскому обычаю, она одновременно и дочь, и жена короля Пиццинов. Она очень привлекательная и очень умная женщина. Но при этом законченная творить. Также он становится любовником верховной жрицы Тарна. Немыслимо красивая женщина, одной из указанных тысяч самых прекрасных женщин этого мира. Ее зовут Исма. И она тоже немыслимая красавица. И немыслимо умная женщина одновременно. Но при этом она еще большая тварь, чем даже Тотта. Но и затем ему приходится принять участие в большой войне между Пиццинами и Тарнеотами. Но и понятно, он провел эту войну по-своему. А не так, как хотел Хончо. Параллельно продемонстрировано и очень наглядно продемонстрировано, насколько же может деградировать очень высокоразвитая цивилизация. Ричард провел войну не так, как хотел Хончо. Прежде всего потому, что понял, что этому миру лучше опять впасть в варварство, ну или если повезет, в полуварварство. Чем оставаться настолько уродливой и высокоразвитой цивилизацией. И причина, почему этот мир стал настолько уродливым, показана вполне. Он утратил дуальность. Точнее, он стал настолько уродливым, потому что стал миром женщины. Исчезла одна из главных противоречий, стимулирующих развитие. Похоже, нельзя ни при каких обстоятельствах посягать на инь и янь. На противоречия между мужчиной и женщиной. И, похоже, это одна из главных мыслей, которую пытаются донести на нас сторонники теории Роберта Бардини. И рекомендую книгу к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok